Господин президент, я хотел бы в заключение вернуться к теме, с которой мы начали, демократия. Это очень спорная тема. Я хотел бы процитировать вашего премьер-министра, что демократические события в России можно оценить только спустя 100 лет. В нашем восприятии это не слишком амбициозно. Может быть, это был какой-то не очень удачный период. Скажите мне еще раз, как это прозвучало. Ваш председатель правительства Медведев по смыслу сказал, в отношении развития демократия в России можно будет дать оценки только через 100 лет. Я спрашиваю, это не слишком? Нет ли здесь вообще никакой амбициозности, что ли? Я, честно говоря, не видел и не слышал, где наш председатель правительства сказал об этом. Потом это же нужно посмотреть в контексте. Я этого контекста не вижу, у меня перед глазами нет. То, что мы сделали однозначно выбор в сторону демократии, и то, что мы не представляем себе другого пути развития, это очевидно. То, что определенные стандарты, которые применяются в одних странах, трудно реализуемы или неприменимы в других, мне кажется, это тоже очевидный факт. И нам нужно, основываясь на фундаментальных принципах демократии, выработать такие инструменты, которые позволяли бы подавляющему большинству людей в нашей стране влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Именно большинству. И чтобы при этом это большинство уважало мнение меньшинства и учитывало это мнение. Если мы в таких фундаментальных принципах выстроим всё здание нашей внутренней политики, все наши государственные институты, то мне кажется, что можно будет говорить о успехе демократии в России. Но то, что Россия находится на этом пути, идёт по этому пути, это очевидный факт. Ведь это только, знаете, достаточно посмотреть, что было в Советском Союзе и что сейчас, как у нас развивается экономика, как у нас развивается политическая сфера, как у нас развивается всё, что связано с народовластью. Правительство колоссальное. Вы хотите, чтобы мы за два десятилетия преодолели путь, который другие страны преодолевали за 200, 300, 400 лет? Всё, конечно, делается постепенно, шаг за шагом, но мы понимаем, куда мы идём, и с этого пути не свернем. Продолжение следует...